Здравствуйте! В эфире «Наш день» в студии Марии Денисенко. И сначала коротко о главном. Ночная эвакуация. Два часа жителям девятиэтажки по проспекту Мира пришлось стоять на морозе. Пожарные тушили бытовку на первом этаже. Там в бытовке работник Джека жил. К нему там, не знаю, там тропа, гостиница бесплатная. Россия! Россия! Экрана дорожку. В четверг сахалинцы проводили лыжников-олимпийцев в Корею. Желаем им, чтобы они выступили хорошо и принесли нам медали. Кажется, что куда-то вообще не туда тебе заводит жизнь, а потом углядываешься и понимаешь, что туда. Чемпион, переживший инсульт. В проекте «Сахалинский характер» сегодня Владимир Игушкин. Мартин примет участие в паралимпийских играх в Корее. Думали ребята, думали учителя. И наконец-то это у нас совершилось. Вне уроков ребята из южно-сахалинских школ теперь будут гонять шайбу. На стадионе «Космос» прошла торжественная церемония вручения хоккейной формы. После тренировочных сборов на Сахалине российские фристайлисты отправились в Пхенчан. На острове они пробыли две недели. На горном воздухе для них построили ски-кросс-трассу. А Семен Денщуков, участник команды, накануне даже успел жениться. В аэропорту Южно-Сахалинска олимпийцев провожали пирогом с икрой. Среди болельщиков ученики горнолыжной школы и сотрудники аэровокзала. Спасибо большое. Буду за вас болеть. Спасибо. Очень впечатлен, что у вас такие условия. И по горным лыжам, то есть я думаю, и сноубордистом можно тренироваться. И оказывается, очень много залов и хоккейных. То есть город не такой уж большой, то есть мне есть чем сравнивать. Я родился в Мясе, то есть он примерно по населению, даже чуть побольше. У нас даже нет ни одного крытого хоккейной площадки. А у вас тут, я не знаю, на каждом углу теннисные корты закрыты. То есть условия для подготовки олимпийцев и летних, и зимних у вас колоссальные. Завтра в 11 часов уже запланированы тесты лыж. Спортсмены должны выйти на гору завтра в 11, а тестируемся. Ну, потом какую-то после обеда физическую подготовку. И на следующий день начнутся уже официальные тренировки у мужчин. Информация для болельщиков. На олимпийских играх в дисциплине «Скикросс» мужчины выступят 21 февраля, а женщины – 23 февраля. Сахалин стал приоритетным для программы развития Дальнего Востока. Об этом рассказал зампредправительства Юрий Трутнев на заседании в Москве. В первоочередном списке также города в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области для развития инфраструктуры. До 2020 года федеральный центр направит свыше 55,5 миллиардов рублей. На 196 проектов, в рамках которых возведут и отремонтируют школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные и культурные объекты. В Сахалинской области в списке на финансирование 100 объектов. Предстоит большая работа по реализации этих планов, чтобы итог 2018 года завершился освоением денежных средств. Соответственно, были разбернуты везде строительные площадки, работы главы муниципальных образований. Многие проекты идут через них, контролировали эту работу. Ну и далее жители получали тот результат, который нужен от школы, от здравоохранения, от объектов спорта, культуры. От все, что здесь было согласовано. В сфере образования запланировано возведение 14 новых школ на Курильских островах, а также в Корсакове, Смирных, Ногликах, Макарове, селах Тунгоры, Кировское, в планировочных районах Южно-Сахалинска, Дальнем и Луговом. Новую больницу обретет самый удаленный район области – Северо-Курильский, а на Южных Курилах подобное лечебное учреждение реконструирует. Строить планируют и жилье. И снова о дальневосточном гектаре. В Сахалинской области могут появиться новые населенные пункты. В тех районах, где пользователей земельных участков больше всего. Государство обязано обеспечить их всей необходимой инфраструктурой. На проведение дорог и линий электропередачи в областной бюджет заложили почти миллиард рублей. Казалось бы, ничего необычного. 44 коровы гефорской породы сосредоточенно жуют охапки сена в просторном хлеву. А для кого-то так выглядит настоящая мечта детства, которая долгое время оставалась для Андрея и его брата лишь мечтой. Взяться за фермерство молодые люди никак не решались. Иногда, правда, нет-нет, но этот образ большого и богатого хозяйства напоминал о себе. И однажды Андрей просто написал в Министерство сельского хозяйства. Так завертелся дальневосточный гектар. Казалось, все вокруг получалось само собой. Под будущий коровник площадку на заросших полях расчистить помогли, обустроили дорогу и не только. Нам также бесплатно провели свет по дальневосточному гектару. Проводили сейчас подводку, будут тоже делать. Все. И вот они, скажем, ну, Анива, ну, вот полностью. Муниципальная, да, называется? Муниципальная. Вот тоже помогают. Конечно, все было не по мановению волшебной палочки. Написал заявление, и вокруг засуетились чиновники. От пользователей дальневосточного гектара требуется немало поработать самостоятельно. Писать проекты, бизнес-планы, обоснования. Просто на этом пути специалисты на всех уровнях предоставляют информацию от АДАЯ. Помогли разработать проект самого будущего коровника, расписать диету для животных. Но все же самое главное – это материальный аспект. В области предусмотрен огромный пакет финансовых мер поддержки. На весь скот был затрачен всего около 5,4 миллиона рублей купленных скота. Из них вот эти 90% составляются, субсидии уже получил по покупке, вернули обратно. Компенсирующих выплат предусмотрено множество. И на покупку техники, и на корма, и на строительство. Развитие программы дальневосточных гектаров – одна из первостепенных задач, которые поставил перед регионами Владимир Путин. Закон, подписанный правительством в мае 2016 года, подразумевает, нужно не просто выделить участок, но и создать всю инфраструктуру. У нас сегодня 5 основных точек роста, так называемого. Это в Корсаковском районе 3 у нас места, в Анивском 2 и в Долинском 1. Сегодня также на уровне правительства разрабатываются меры поддержки, связанные с освоением этих территорий, в части транспортной, инженерной инфраструктуры. На 18-20-е годы в бюджете Сахалинской области предусмотрено порядка 800 миллионов рублей именно на эти вещи. На Сахалине на сегодня заключено более 6 тысяч договоров на пользование дальневосточными гектарами. Выплат, компенсирующих расходы тем, кто осваивает эту землю, областной бюджет предоставил на сумму порядка 24 миллионов рублей. Благодаря дальневосточному гектару на Сахалине может появиться три новых поселения. Первое – в Корсаковском районе, там, где наибольшая концентрация пользователей земельных участков. Первую партию бюллетеней на выборы президента России напечатали в Сахалинской областной типографии. Все стадии, как предписывает закон, тщательно контролируются. Хранятся бюллетени в выпечатанных помещениях. Первая партия – 104 тысячи бюллетеней, предназначенные для отдаленных районов области. Весь брак строго уничтожается в присутствии сотрудников избирательной комиссии. А все действительные должны получить несколько степеней защиты. ТИКи будут каждый бюллетень просчитывать после нас, мы тоже считаем. И будут ставить свои председатель и секретарь подписи и заверять печать у ТИКа. Бюллетени в присутствии сотрудников полиции передали на транспортировку подразделению спецсвязи. На местах сотрудники территориальных избирательных комиссий будут обрабатывать их поштучно. Каждый заверит, для голосования процесс по плану должен занять неделю. Будет вторая партия, она будет больше этой. То есть мы будем изготавливать бюллетени уже для Южно-Сахалинска, для муниципальных образований близлежащих. Соответственно, кроме того, здесь обычные бюллетени. У нас в Южно-Сахалинске используется 25 комплексов автоматизированной обработки КАИБов, так называемых бюллетеней. Поэтому еще будут изготовлены специальные бюллетени для КАИБов, для использования на участках с КАИБами. Во второй партии будет уже 280 тысяч бюллетеней. Все они должны быть полностью готовы к 1 марта вместе с наклеенными в избиркомах особыми марками, а также подписями и печатями. Специалисты особенно заостряют на этом внимание. Без этих степеней защиты бюллетени недействительны. И таких на избирательных участках быть не должно. Машины отправить под землю, а людей на прогулки. В Южно-Сахалинске вновь обсудили проекты преображения города. Речь снова зашла о так называемом Арбате. В полку активистов прибыло. Теперь они предлагают продлить пешеходную зону до улицы Ленина. Уже не жаркие споры, а скорее аргументированные дискуссии. Южно-Сахалинцы вновь встретились за круглым столом, чтобы обсудить, как изменится город в ближайшем будущем. Идея создания на Коммунистическом проспекте пешеходной зоны, пожалуй, самая острая. У нее есть ярые сторонники и откровенные противники. Напомню, депутат Гурдумы Ксения Агаркова предложила создать Сахалинский Арбат на участке от проспекта Мира до улицы Дзержинского. И теперь у общественников возникла еще одна идея. Проложить под Компроспектом автомобильный тоннель. Как пример того, что пешеходная зона нужна, Ксения вспоминает летний Сахалинский кинофестиваль «Край света». Поставили на Компроспекту этих самых мишек прекрасных, сколько их там, 10-12 было. Как хотелось просто поставить машину, прогуляться по Компроспекту, сфотографироваться с ними, посмотреть на них. В СМИ написали, а хочется прийти, выйти и вот посмотреть на них, потрогать и так далее. И то же самое, те же самые арт-объекты, фото-выставки, выставки-картин можно будет размещать на этом прекрасном пешеходном участке. Хотя идея Ксении Агарковой еще не самая радикальная. Транспортный инженер Дмитрий Комаров, например, вообще предложил перекрыть проспект до пересечения с улицы Ленина. В пример привел две полярные схемы развития городов. Европейскую, где предпочтение отдают пешеходам и велосипедистам. И американскую, здесь ставку делают на автомобилистов. К чему пришла Америка, допустим, таким образом? Обратите внимание, вот это типичная улица обычного маленького городка Америки. Нет тротуаров, пешеходу негде ходить. Все сделано для автомобиля. Сахалинский Арбат вполне устраивает и экологов. Автомобильные выбросы не добавляют здоровья ни людям, ни природе. А вот владельцев транспорта убедить в пользе таких решений нелегко. Сахалинцы очень привыкли ездить. К тому же, чтобы реализовывать подобные проекты, в городе необходимо сделать общественный транспорт максимально комфортным и доступным. В любом случае решать судьбу города должны его жители. Безусловно, вот этот процесс общественного обсуждения позволит нам принимать верные решения, которые будут восприняты. Потому что все, конечно, делается для людей. Поэтому именно от людей эти идеи должны быть восприняты. Обсуждение проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В областной столице на общественное обсуждение выносится несколько проектов. Это не только пешеходный Арбат, но и реконструкция набережной Рогатки. Этот проект, кстати, уже готов. А также преображение скверов на проспекте Победы и создание нового на улице Сахалинской. За каждый из них можно будет проголосовать 18 марта на избирательных участках города. На круглом столе прозвучало еще много идей и предложений. Это и корректировка транспортной схемы города, и вопрос организации парковок. Их более подробно обсудят на следующих встречах уже после мартовского рейтингового голосования. С сегодняшнего дня в Южно-Сахалинске стартовал сбор предложений к дизайн-проектам по благоустройству общественных пространств. Свои пожелания по преображению скверов, парков и набережных горожане могут оставлять в специальных урнах. Всего в областном центре их установлено 15. Я считаю очень важным, что именно мы, жители, можем выбирать, какие скверы, парки или набережные будут благоустроены в нашем городе. А главное, как они будут выглядеть. Из шести предложенных проектов мне больше всех понравился сквер Пушкина и набережная Рогатки. Но я считаю, что проектировщикам нужно обратить внимание, в какое именно направление смотрит Пушкин. Именно это предложение я и опустила в урну. Мы обращаемся ко всем жителям, чтобы они были очень активными, чтобы приносили свои предложения. Потому что именно от их выбора зависит, какие пространства мы будем благоустраивать и как эти пространства будут выглядеть. Спасибо, что остаетесь с нами. Эфир продолжает рубрика «Точка отсчета». Накануне ночью в девятиэтажке по проспекту Мира загорелась бытовка. Из нее валили дым и копоть, поэтому пожарные приняли решение эвакуировать жильцов. В срочном порядке дом покинули 38 человек, 11 из них дети. У кого есть автомобили, грелись в них. У кого нет, вынуждены были ожидать завершения работы пожарных на морозе. Люди пришли на помощь пожилым жильцам. Бабушке из четвертой квартиры помог выбраться мужчина. Он вывел ее из задымленного подъезда и посадил в машину. Запах гаря в квартире чувствует? Ну, я только вот видите, только здесь смогла помыть. Вон коридор, все тряпки везде лежат. Все, конечно, в квартире все черное. Все в перчатках мыло, все грязное. Вся кухня, все закопченное. Говорят, в бытовке все началось? Там, в бытовке, работник с ЖЭКа жил. К нему там, не знаю, там тропа, гостиница бесплатная. Через балкон прям тропка идет, через балкон там сколько человек там, все там горело, они там не знаю, что делали. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в 23.30 жильцы вернулись в свои квартиры. В тушении задействовали 12 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Вещи сгорели. Ну, там кое-что есть, тряпок сгорели. Дворников, спецодежда, там все. Короче, рабочее все было. А там еще такого не было, что пострадали. Ну, пострадали стены, подъезд пострадал. Как думаете, из-за чего возник пожар? Не знаю, я даже не знаю. Стали известны подробности содержания внедорожника с оружием в Троицком. Это произошло 5 февраля. Многие автолюбители тогда сняли на свои гаджеты момент перехвата злоумышленников. Как сообщает прислужба УМВД России по Сахалинской области, один из подозреваемых переделывал охолощенное оружие в боевое и изготавливал патроны. Второй искал покупателей и занимался сбытом. Третий исполнял роль помощника и курьера. При оперативной разработке полицейским стало известно, что они планируют выехать в лесной массив, чтобы обстрелять свежеизготовленные пистолеты. Помимо того, что оружие обнаружили в машине, боеприпасы нашли по адресам, где проживали подозреваемые. Установлено, что на территории областного центра действовала группа в составе троих человек, которая изготавливала и перепродавала оружие. Всего в результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 6 пистолетов ТТ, 1 пистолет-пулемет, кедр, револьвер, около 1000 боевых патронов, глушители. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные признались в содеянном. Все они ранее неоднократно судимы, в том числе и за убийство. В Углегорском районе завершено расследование уголовного дела, в котором замешаны ранее судимые подростки. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего. Драка завязалась, когда несовершеннолетние распивали спиртные напитки возле одного из подъездов. Они увидели 32-летнего мужчину, который шел со своей знакомой. Один из обвиняемых догнал потерпевшего и стал предъявлять ему претензии по поводу того, что тот продал ему летом краденые сети. Вместе со вторым обвиняемым подростки стали наносить мужчине удары по различным частям тела, в том числе и по голове. Спустя пять дней мужчина от полученных телесных повреждений скончался у себя в квартире. Вот так вот у нас на входе в парк паркуются. И о наглости водителей. По словам автора этого видео, он наблюдает эту машину третий день подряд. При этом в пяти метрах находятся сразу две парковки. Студентов-сварщиков ждут на практику в Сахалинском морском пароходстве. Об этом студентам Политехнического колледжа САГУ рассказал сопредседатель Сахалинского отделения Общероссийского народного фронта Александр Мацук. Он подчеркнул, что в регионе в настоящее время очень большой спрос на рабочие специальности. Если парням понравится работа, то их сразу готовы и трудоустроить. Во время общения речь зашла и о предстоящих выборах. Молодых людей проинформировали, что в этом году для удобства избирателей проголосовать можно будет на любом избирательном участке по месту проживания, а не по прописке. Во время встречи прозвучал вопрос из зала, правда ли, что Александр Мацук стал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Он подтвердил, что лично для себя решил поддержать на предстоящих выборах действующего президента. Идет много информации о выборах. И уж если мы доверенные лицам Владимира Путина, то мы должны донести до избирателей ту позицию, которую для себя определил президент. Напомню, в странном регионе будут работать также доверенные лица других кандидатов в президенты страны. Грудинина от КПРФ, Сурайкина от Коммунистов России, лидера ЛДПР Жириновского и Собчак, выдвигающиеся от партии Гражданская инициатива, а также Бориса Цитова от партии Роста. Его доверенное лицо уже готовится ко встречам с избирателями. Будет открыт штаб, и тогда, конечно, начнется вся уже более-менее активная работа. В настоящее время проводятся встречи с трудовыми коллективами, встречи с общественностью и доводится информация о кандидате. Вне уроков южно-схолинские ребята теперь будут гонять шайбу. В областной столице стартовал проект «Хоккей в школу». Торжественная церемония передачи снаряжения прошла на стадионе «Космос» в городском парке. Туда мы прямо сейчас и отправимся. Проект стартует пока не везде. Апробация пройдет в пяти школах, где есть катки. Их представители сегодня и вступили на скользкий путь на стадионе «Космос». Под гимны, приветственные речи, важных гостей праздника на лицах ребят играет румянец. Возможности тандема клюшки и шайбы им демонстрируют юные хоккеисты из «Кристалла». Показательно было то мероприятие, которое мы проводили две недели назад. То есть те ребята, которые будут в будущем сейчас участвовать в проекте, мы предварительно их на знакомительное занятие привозили в «Кристалл». И это надо было наблюдать действительно горящие глаза детей. Их желание выйти на лед, причем выйти на лед сразу в экипировке, в сопровождении наших ребят из профессионального команды «Сахалин». Проект «Хоккей в школу» инициирован областной властью. Она же и поддержала финансово. При приобретении спортивных комплектов гонять шайбу ребята будут вне уроков, сугубо добровольно и вместе с преподавателями. Они тоже собрались вставать на коньки. У нас будет инструктор по хоккею, который будет приходить к детям и давать уроки хоккея. Я тоже встану на коньки обязательно. Для меня это тоже новое, интересное. Мы будем все на коньках. Вот только для девчонок мальчишки собираются сделать исключение. Уверены, хоккей – это мужской спорт и грубый, где слезам не место. Девочки упадут и будут плакать. А потом нам мальчика все виновы. Девочки упали, мальчики получают потом. В дальнейшем проект, его уже называют уникальным, планируют охватить все школы Сахалинской области, чтобы и другие ребята с таким же азартом могли разбирать коробки с заветной экипировкой. На Сахалине и Курилах есть немало людей, которые своими делами доказали, что имея силу воли и стремления, можно добиться своей мечты. Воплотить в жизнь, казалось бы, несбыточные планы. Нашим землякам, которые идут к своей цели, невзирая на преграды, посвящен новый проект медиахолдинга АСТВ «Сахалинский характер». Сегодня его героем станет Владимир Игушкин, чемпион, переживший инсульт. Сейчас он готовится принять участие в Паралимпийских играх в Корее. Со стороны он ничем не отличается от обычных сноубордистов. Летит по склону с эффектным снежным шлейфом. И мало кто знает, что за очками и шлемом вскрывается чемпион России по парасноуборд-кроссу Владимир Игушкин. Человек, жизнь которого еще каких-то 7 лет назад текла, но совершенно не по спортивному руслу. На Сахалине парень получил диплом экономиста, уехал жить в Питер, но в 23 года у него случился инсульт. Владимир не скрывает, это был крах. Он не мог говорить, правую сторону тела полностью парализовала. Я склонен думаю, что это из-за того, что я был довольно-таки полный. Я тогда был очень полный. Сколько весили? Под 130, 120 копеек. И я в то время еще курил. Сигареты очень много. Я думаю, что это как-то наложилось одно на другое. Осознание того, что нужно бороться, пришло далеко не сразу. Лежал пластом, жалел себя, думал о плохом. А потом понял, что это путь в тупик. И начал потихоньку тренироваться. О том, насколько это тяжелый, труд знает только сам Владимир. До инсульта сноуборд в его жизни всегда был лишь легким увлечением. А после стал одним из способов реабилитации. Еще в Питере парень нанял инструктора с нестандартным, как ему казалось, имиджем. Стою со сноубордом, жду его. И идет хромающий парнишка с фингалом под глазом. Говорит, ты, Вова? Я говорю, да. Говорит, пойдем, сейчас тебе буду учить катать на сноуборде. И, ну, в общем, я приехал на Сахалин. И в первый раз, когда я катился с горки, я проехал метров, наверное, 15. Потом так жестко упал. Я, наверное, так вот в тройное сальто через себя и упал. Дышать не могу. Все такое. А, я понимаю, что это очень больно. И надо было как-то все-таки присмотреться к инструктору, который был немножко хромающий, с фингалом под глазом. И так постепенно Владимир одержал верх над болезнью. Да, правую руку он так и не смог восстановить. Да и за ногу, бывает, переживает. Но сегодня он человек без граничных возможностей, который в марте примет участие в паралимпийских играх в Корее. Владимир уверен, что именно на международной арене важно показать, чего ты стоишь. Внутри страны конкуренция небольшая. Допинг-контроль парень проходил дважды. Паралимпийский комитет, он всех своих спортсменов, которые были претендентами на участие в паралимпийских играх, он старался, чтобы у них приняли как можно больше допинг, проб. Я был кодоластрии. В 7 часов утра, там, еще сонные, там, умываясь. И звонок в дверь, я такой думаю, блин, хозяйка пришла, наверное, у нас, мы жили туда в частном доме, внизу жили хозяев, вот, наверху, получается, сборная. Вот. Я такой открываю дверь, и там, hello, где, где, где Владимир Ягушкин? Я говорю, это я. Ну, эффекта неожиданности нет, а есть время, в которое я должен находиться в определенном месте. Прямо по-любому. Вот. Если меня бы не оказалось бы в 7 утра, то они бы мне поставили минус. Потому что я пропустил пробу. И никаких скидок специалисты не делают. Впрочем, Владимир и сам уже давно не идет на уступки своему организму. Тренируется каждый день, и летом, когда нет возможности куда-либо выехать, гоняет по тем же склонам горного воздуха на маутинборде. Это доска с большими колесами, очень популярная сегодня в мире. Проблема в том, что трасс, как таковых, нет. А это, по мнению парня, ведь неплохой вариант развития комплекса, чтобы летом привлекать туристов не только прекрасной панорамой. В душе Владимир Игушкин теперь уже фанат экстрима, в глазах которого нет суеты. Он начинал жизнь с чистого листа. И, оказавшись за бортом, вновь встал у штурвала. Напрашивается риторический вопрос. Может, и правда в этом мире ничего не происходит напрасно? Жизнь, она такая штука, которая сама ведет куда-то, к чему-то. И бывает так, что тебе кажется, что куда-то вообще не туда тебе заводит жизнь, а потом оглядываешься и понимаешь, что туда. На этом наш выпуск завершен. Найти и другие новости, а также все выпуски программы «Наш день» можно найти на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok